Приветствую вас, уважаемые зрители, в нашем выпуске математических новостей новое парадоксальное доказательство. Все мы знаем, что такое прямоугольный треугольник. Вот он на рисунке. Угол С прямой, катеты, гипотенуза, теорема Пифагора. Но не все знают, что на самом деле катет равен гипотенузу. Сейчас я вам это докажу. Мое доказательство будет полностью соответствовать чертежу. В доказательстве не будет ошибок. Вот я провела Л, бисектрису угла А, и М. М это серединный перпендикуляр к ВС. И пусть М пересекает Л в точке О. Отметим равные углы САО и БАО, потому что Л это бисектриса. Я соединила точку О с точками В и С, вершинами треугольника. И, конечно, мы понимаем, что треугольник БОС равнобедренный. Почему? Потому что М это серединный перпендикуляр к ВС. И да, мы понимаем, что в этом треугольнике медиана является высотой. Я опустила из точки О перпендикуляры ОМ и ОН на катета С и гипотенузу АВ соответственно. Давайте напишем, что ОМ перпендикулярен ОС, а ОН перпендикулярен АВ. На этом построение закончено и начинается доказательство. Давайте рассмотрим треугольники АОМ и АОН. Треугольник АОМ. Посмотрите, он равен треугольнику АОН. Потому что оба эти треугольника прямоугольные. У них одинаковые острые углы. И у них общая гипотенуза. Значит, это прямоугольные треугольники, которые равны по гипотенузе АО и острому углу. Если эти треугольники равны, значит АМ равно АН. И МО равно НО. Рассмотрим также треугольники МОЦ и НОБ. Вот я их заштриховала на нашем рисунке. МО равно НО. Об этом мы уже сказали. Кроме того, оба этих треугольника прямоугольные. И, как мы говорили раньше, ОЦ равно ОБ. Значит, эти прямоугольные треугольники равны по катету и гипотенузе. Давайте мы это запишем. Треугольник МОЦ равен треугольнику НОБ по катету и гипотенузе. И тогда, раз эти треугольники равны, значит МЦ равно НБ. МЦ равно НБ. Давайте посмотрим, что мы получили. Во-первых, АМ равно АН. Во-вторых, МЦ равно НБ. А давайте сложим два этих уравнения. Левую часть слева, а правую с правой. АМ плюс МЦ равно АН плюс НБ. Вот они на рисунках. АМ плюс МЦ – это С. АН плюс НБ – это АБ. АС мы получили, что АС равно АБ. Да, катет равен гипотенузе, что и требовалось доказать. Вот какой-то удивительный объект, прямоугольный треугольник. Сколько мы его изучали в школе, а самого главного о нем мы не знали. Катет равен гипотенузе. Кто бы мог подумать? А может быть, что-то не так с этим доказательством? Пишите в комментариях. И, как всегда, лайк, шер. С вами Анна Малкова.